Сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. На прошлой неделе Интерфакс Украины и Киевпост заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября 6 северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на занятой России территории Донбасса. По данным источников, группа офицеров из КНДР приехала туда для встречи с российскими коллегами в рамках обмена опытом. Так ли это на самом деле? И если да, то чем военные КНДР могут помочь российским войскам, воюющим в Украине? О прибытии на занятую Россией территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала. Во вторник, 8 октября, о возможной отправке северокорейских солдат в Украину для поддержки России заявил в парламенте Южной Кореи министр обороны страны Ким Йон Хён. Он считает, что информация о гибели северокорейских военных на территории Донбасса, скорее всего, соответствует действительности. Как и сама Северная Корея, ее армия – максимально закрытая структура. Ее состав известен лишь приблизительно, а оценки боеспособности вызывают споры. Главное, чем она выделяется – это численность. В стране действует всеобщая воинская повинность, в том числе и для женщин. Срок обязательной службы составляет от 3 до 10 лет, в зависимости от рода войск. По данным Международного института стратегических исследований, в 2018 году вооруженные силы КНДР были четвертыми по величине в мире. В них служили около миллиона человек. И, казалось бы, северокорейскому руководству ничего не стоит отправить часть из них на помощь одному из немногих своих союзников. Тем более, что нынешний характер боевых действий в Украине требует постоянного восполнения людских ресурсов. Однако, не все так просто. Армия КНДР создана поликалом советской и использует советские военные наработки. Но, в отличие от российской, не имеет опыта реальных боевых действий. Если брать ее основные силы – это мотопехотное подразделение – то не очень понятно, в каком качестве они могли бы участвовать в войне в Украине на стороне России. Кроме того, скрыть участие Пхеньяна в российской военной кампании будет невозможно. А большое число убитых и плененных северокорейских солдат, которых непременно предъявит украинская сторона, может подорвать культивируемой северокорейской пропагандой образ несокрушимости вооруженных сил КНДР. Также определенную опасность для руководства КНДР представляет и потеря контроля над военнослужащими, если они будут действовать не обособленно, а в составе российских частей. Несмотря на союзнические отношения, идеологии российского и северокорейского управлений заметно отличаются. Но все это не может исключить участие военных из КНДР в российской военной кампании в Украине. Пхеньяну нужны деньги и технологии. В Москве солдаты и боеприпасы. Обе стороны заинтересованы в развитии военного сотрудничества. Северокорейская армия долгие годы выполняла функции дешевой рабсилы. Многие ее подразделения были аналогом советского стройбата. Военные эксперты довольно высоко оценивают качество оборонительных сооружений, возведенных северокорейскими инженерно-строительными частями на территории страны. Вероятно, именно такие подразделения могут быть полезны для российской армии. Они могут располагаться в тылу и заниматься военной инфраструктурой, строительством подземных складов и фортификаций, дорог и мостов. Заместив тыловые подразделения северокорейскими, российское командование получает дополнительный людской ресурс, который может быть отправлен на передовую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова